Поезд трогается, и Максом я как-то по-особенному посмотрела. Мне подруга такая говорит, смотри, он на тебя как-то так вот по-особенному. Я говорю, не-не-не, как бы все, могу этих тронуться, херон остался. Ты готов был идти до конца? Да, да. Я не знала, о чем с ним поговорить. Когда мы вдвоем остались, мы все бегаем. Правда, о чем со мной разговаривали? Я был окрыленный, да, в этот момент. Я ехал домой, и мне звонит пастор. И говорит, ты знаешь, я знаю, что ты общаешься с этой девушкой. С этого момента ты прекращаешь общаться. Несмотря на то, что вся система церковная, ваша церковь, шла против вашей ситуации, вы остались в этой церкви, выходили, вы были там. Да, выходили, да, да. У тебя был развод. Да. И правильно я понимаю, что это был христианский? Он был верующий, ты была верующей. Расскажи немного об этом. Вот, у меня были большие сомнения до свадьбы. Примерно за два месяца до свадьбы я расставалась с ним. Говорила, что у нас ничего не получится. Но он плакал. Говорил, что у нас все будет хорошо, что вот меня любят. И все. Мне стало жалко. Это не просто перед ночью, перед свадьбой, конечно, все отказаться. Потому что гости гладят платье, да, все собираются, завтра торжество. Вот, но, наверное, это надо делать. Если вдруг у кого-то такая ситуация есть, это делать надо. Вы забеременели, и потом вы узнали, что? Это радость. Какие деньги? Это жесть? Ну, нет. Ну, да. Эй, всем здравствуйте! Добро пожаловать вновь на наш канал Питайкины. Очередное интервью. И, как всегда, вначале мы хотим сказать, что мы не... Коучи, не тренеры, не консультанты. Мы просто семья Антона и Юлия Питайкины, которые берем интервью у других счастливых семей. Да, и хотим просто показывать примеры, что брак, он может быть хорошим с трудностями, но, тем не менее, есть возможность остаться вместе на всю-всю жизнь. Короче, у нас сегодня в гостях, ну, как всегда, мы опять в гостях, уникальные люди, с которыми вы, если смотрите, по крайней мере, не первый или не второй раз наши выпуски, уже точно знакомы, или, по крайней мере, о них слышали. Сегодня... У нас те самые ребята, Максим и Рита, которые делают эти чудесные, крутые таблички, которые мы дарим нашим гостям в конце каждого эфира. Ура! Ну, естественно, прежде чем мы начнем, мы с ними общаемся не потому, что они делают таблички, а потому что есть одна очень важная история, которую мы хотим сегодня обсудить. Но до нее мы доверемся чуть позже, а сейчас в видеоризитках. Максим и Рита Новоселовы, семья 7 лет. Воспитывают двух дочек-двойняшек, Ивету и Эммер. И мечтают о собственном доме. За время семейной жизни успели дважды побывать в Африке на миссионерских поездках. И основали небольшую семейную мастерскую Антвуди по изготовлению деревянных табличек. Максим родился в Старом Осколе по образованию дипломат, магистр международных отношений. Рита родом из Липецка, сейчас домохозяйка и основной сотрудник мастерской, хотя в душе очень мечтает поехать на долгосрочную миссионерскую поездку всей семьей в Африку. Но на все воля Бога и мужа. Когда детям было три месяца, переехали жить в Краснодар, поближе к морю и горам. Но Москва не отпустила и вскоре вернулись назад в столицу. Они любят делать семейные выезды, гулять и путешествовать. И планируют родить парочку-троечку детей, а также родить сердцем и усыновить ребенка из детского дома. Итак, еще раз ваши аплодисменты! Рита и Максим Новоселович! А прежде чем мы начнем задавать вопросы, мы с подарками к вам. Было бы странно дарить вам табличку, изготовленную вами. Сюрприза бы не вышла! Мы приготовили другой подарок для вас. Вы не единственные друзья, которые у нас есть. Есть еще вот такие Dream Bean. Вот такая коробка целая. Это кофе. Это кофе, который мы вам вручаем. Да, и самое интересное, знаете что? Что это не просто кофе. Ну, было бы, как это, глупо, не глупо расхваливать, потому что это очень качественное кофе, очень хорошее, само собой, разумеется, мы вам другое не принесли. Но вот эти ребята, они очень клевы тем, что вы также можете заказать этот кофе. Мы ссылку на них оставим в описании. Обязательно купите себе хотя бы одну пачку кофе такого, потому что они часть всего дохода откладывают на то, чтобы помогать разным людям реализовывать их мечты. Ну, то есть они выбирают каких-то людей, которые горят своей мечтой, но по каким-то причинам не могут сами реализовать это. И они эти деньги жертвуют, вкладывают, ну, в общем, делают так, чтобы у людей мечты осуществлялись. Короче, Dream Bean. Всем поаплодируйте, все хорошо. Ну, а теперь, мистер и миссис Новоселови, мы начинаем задавать вам вопросы. Поехали. Юлечка. Конечно же, историю вашей любви хотим знать. Когда, Максим, ты обратил впервые внимание на Риту? Когда? История любви. Она очень необычная. Я дружил с... Ну, у меня был друг, и ему понравилась девушка. У этой девушки была подруга. И они постоянно были вместе. И он мне говорит, я хочу пойти куда-то с этой девушкой. Она постоянно с другой подругой. Говорит, пойдем со мной, будет 2 на 2. Я говорю, ну, хорошо, пойдем. И мы начали так ходить на встречи 2 на 2. И в итоге так я познакомился с Ритой, с ее подругой. И сначала мы просто гуляли. И потому что основной упор был у моего друга на... Вы оба работали на то, чтобы у тех ребят... Да, чтобы у них все получилось. В итоге у них не получилось. А получилось и у вас. Да, у нас получилось. Так что гуляйте. Гуляйте с друзьями. И после этого я заметил и понял, что очень симпатичная девушка. И девушка, с которой стоит ближе познакомиться. И я начал потом, после периода такого совместного гуляния, вчетвером, начал звать гулять вдвоем. Сколько прошло время с момента, как вы первые... Это не было искра там или что-то такое? Нет, искра прям не было. Но мне кажется, с моей стороны было раньше, чем со стороны Риты. Потому что это было летом. И у Риты с подругами было очень насыщенное лето. Они то в детский дом поедут, то в лагерь поедут, то в заживание. Пожили с вами. Да. И на фоне этого она меня звала. Поехали в лагерь. Но она без задней мысли, без ничего просто звала. Говорит, поехали. А я отказывался. У меня была работа. И я была занятой. Все такое. Мы ехали в детский дом делать лагерь. И нам нужны были парни. Потому что в команде были в основном одни девушки. Ну, как всегда. Вот. И нам нужно... Поэтому мы не знали вот сперва Макса и его друга. И вот через кого-то там они нам советовали. Вот у меня есть друг Максим. Напиши ему. Спроси, может быть, он сможет. Он... Ой, нет, я к бабушке. Мне нужно к бабушке. Отмазался. А потом, когда... Но я не... Как бы он мне не приглянулся. Ничего. Как-то не было такой цели. Вот. А потом, когда мы поехали в Тверь в лагерь. Мы уезжали на электричке. Они нас с другом провожали. И мы уже сели в вагон. И они... Макс, наверное, так переживал. Он по перрону. Нам сумки, там, коробки. Вот все, что мы с собой собирали в лагерь. Он так переживал. И он... Уронил все. Все. Уронил коробку. Коробка рассыпалась. Там было для рукоделия. Что-то подкатилось под вагон. В общем, друг над ним смеялся. Вот. Это было так неловко. И потом поезд трогается. И Максу меня как-то по-особенному посмотрела. Мне подруга такая говорит. Смотри, он на тебя как-то так вот по-особенному. Я говорю, не-не-не. Как бы все. Могу этих тронуться. Керон остался. Вот. Мы уехали, служили в лагере. Нас там телефон не ловил. Но у нас с ним даже не было контактов. То есть телефона. У меня не было номера телефона. Просто его друг переписывался с моей подругой. То там связь. И я через него узнавал, как у нее там дела. Но так. Очень удаленно. А потом после... После лагеря нас доставили с Твери на машине и выгрузили нас в центре Москвы. Это был выходной день. С Тверской. На Дверской, да. Все такие модные. В платьях такие все. В ресторанах. Мы как-то у какого-то ресторана дорогого стояли. А мы такие в шортах. Все. Ага, да-да-да. Все такие грязные после лагеря. И тут они нас... Они стали, что они нас встретят. И тут мы стоим и говорим, с какой стороны их как бы смотреть. Идут разнаряженные в пиджаках. И мы такие в грязных кроссовках, в шортах с грязными головами. Вот. Мы такие, нет, куда бежать с этими чемоданами. Вот. В итоге они... Это был сюрприз, да. Сюрприз удался. Ну, они нарядились, да, мы какое-то. Вот. И в итоге они нам еще в машине вручают пригласительный в ресторан. Мы говорим, в таком виде сейчас. В общем, мы пошли в ресторан, сказали, можно нам в углу в столик, где нас никто не будет видеть. Вот. И таким образом, да. То есть, я уже тогда положил глаз, что вот надо как-то ее узнавать, надо к ней подкатывать потихонечку. И началось. Ну, ты исследования какие-то делал, ты там изучал ее соцсети. Да, я зашел в контакт, посмотрел все фотографии, где она была, как она выглядит в том, там, и так, и так. Мне очень понравилось. В то время хороша была, в принципе, да. Ну, еще хороша. Ага. То есть, ты уже был подготовлен и такой. Да, я уже знал, как она выглядит, думаю, о, все хорошо. Вот. И надо действовать. И в то время пастор говорил, что если вы в церкви, если вы общаетесь с девушкой, то это не просто так, а уже к свадьбе ведет. То есть, надо выбирать очень аккуратно. Поэтому я уже выбрал и знал, что если это закончится чем-то, то это будет уже к свадьбе. Ты готов был идти до конца? Если вдруг не произойдет что-то там в сердце, ты, в это время, ты в лагере, тебе вообще все равно, что там? Или было такое, что ты у подруги спрашивала, а он не спрашивал про меня? Нет, нет, я как-то вообще ничего. Я даже не спрашивала, мне кажется, что писал ли ей тот парень. Вот. Как-то мы служили, это было очень классным временем, было очень классное лето вообще. Да, и было не до этого. И мы даже, когда они нас пригласили в ресторан, ну, как бы, я все равно это воспринимала как просто за компанию. Ну, как бы. Вот. Хоть как бы у них и было, что Макс платит за меня, а он за подругу, как разделение такие. Ну, это просто по проформе, как бы. Да. У нас, мне кажется, даже тогда не было телефона в то время. Потом мы уже, когда-то там ночью гуляли на Арбате вместе, пошли в Данкин Бронс, посидели, да, кофку попили, Макс мне угостил горячим шоколадом. Это было потом нашим напитком встреч. Вот. Счет. Да. И как-то подруга с другом ушли, мы остались вдвоем за столиком, пока их ждали. И Макс просто взял мой телефон. А я не знал, о чем с ним поговорить, со мной разговаривает. Вообще страшно. Я взял телефон, я так набрал свой номер и позвонил, думаю, ну хоть телефон мой будет. Ну, все. Да. Как мне появился его. Топил, говорит, ну, мы же друзья, как бы друзья, должны быть номерать на фонфер. Ну, окей, да. Ну, всякие, всякие, да, на всякие случаи. А моя подруга всегда, ну, она стала замечать, что она говорит, не, 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 это вообще не мое, нет, не мой блянт. Да, и она говорит, и она всегда говорила, жалко мне Макса, типа, ну что, я его, это, отошли. Я говорю, я как-то так молчала, но, вот. Слушай, девочки такие интересные, они или напридумывают сразу с одного взгляда что-нибудь, или до последнего не понимают, что. Нам очень интересно живется. Да, вам очень интересно ведь живется. Причем вчера она ничего дала, завтра она уже напридумала, послезавтра все забыла. Ладно, ну, то есть, у тебя не было никакого, типа, что, ну, Макс-то вроде ничего такой. Я не знаю, нет, нет, вообще нет, да, я не знаю, я не вспомню, когда я на пикнике. Потом даже был период, мы дальше встречались, все вместе в компании общались, и был период, когда после церкви пошли в парк играть, на фрисби, или что-то подобное, пикник. И мы тоже пришли с компании, или тоже раньше. Это было доу. Да, да, да. Она тоже не заметила, но привет, привет, и убежала. То есть, никаких с ее стороны, и потом, получается, когда мы гуляли уже, когда я встречала ее, она уезжала домой, я встречала на вокзале. Ну, тогда я уже признала то, что я, ну, как бы, симпатично ему нравлюсь. Это самая для себя, как я бы просто поняла, что... Ну, да, да, потому что я всегда отрицала, по-друге говорю, не-не-не, он так просто все это, да. Ну, потому что он не писал, я уехала домой в Липецк к родителям, он не писал, можно идти к тебе в встречу, но только я без машины, там, я думаю, что страшно, как бы окей встретить. Мы ехали в метро, ну, как бы метро громкое, да, просто друг друга улыбались, как... А потом мы вышли из метро, и там прилично было до метро идти, и мы попали под прям ливень такой, мы промокли, помнишь, там, да, да, мы побежали под подъезд, и он так долго шел, 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 и в итоге нам пришлось позвонить мою подругу, которая на машине, чтобы она нас подобразовала, свезла по домам. А где был такой, у тебя появился ее номер телефона, ты начал ей писать там... Да, переписываю, начали переписывать, ну, так, очень поверхностно. Очень дипломатично ты мне писал. Я работал в посольстве. Он в посольстве. Меня очень аккуратно, то есть, чтобы не спугнуть. Да, 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 ни в коем случае. Ну, хорошо, где тот момент оказался, сколько прошло времени, и как это произошло, когда Макс говорит, Рита, ну, что-то все, краш конкретный. В пару месяцев, нет? Мне кажется, мы гуляли в парке Горького. На Воробьевых горах. На Воробьевых горах. На Воробьевых горах. Я понимала, что нравились, но как бы у меня не было вот... После набережной. И тут я подумал, что вот этот вот тот самый момент, там что-то как-то все так совпало. Вот. И я сказал, что мы сели, и я говорю, что вот ты знаешь, я не самый идеальный, но я хочу быть с тобой, и строить семью, и так далее. Я тебя люблю. Да, и первый раз сказал, что я тебя люблю. Ой, 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 на набережной. А после съемок идем на набережную. Это два месяца тебе достаточно было, чтобы ты вот, ну да, прям вот в дрызг. В дрызг, да. В это время, как часто бывает в историях, девушка еще вообще, ну как бы... А что она тебе ответила? Хорошо, все, спасибо, да, но я не могу ответить взаимностью. Я спасибо сказала. Ну что, спасибо. Я думаю, блин, ну как спасибо. Спасибо, я люблю проводить. Ну да, да, да. Ну что, ну как так-то? Я тут это... Ты рассчитывал, что она тоже уже... Ну хотя бы что-то, да, скажешь. Ну да, да, да. Я тоже. А она такая, да, да, ты не идеальный. Спасибо. Я не могу ответить тебе тем же. Ну я как бы, я подумал, ну не стоит опускать руки, надо дальше. И мы продолжим дальше общаться. Ну тебя это не спугнуло никак, что... Часто же бывает такое, что парень признается, а она такая, да нет, вообще нет, все, и перестает общаться, как-то, ну вот, избегает встреч. Я думаю, ну друзья... Нет, не спугнуло, но у меня получается было внутри такое, что, как сказать там, причина, по которой, возможно, я не допускала близко и не знала, как себя в таких ситуациях вести. Понятно. Да. Вот. Но ты позволила ему продолжать, как бы, ухаживать за тобой. Да. Да, ты не сказала ему, все, короче, все прямой номер и все такое. Ну, опять-таки, прям вот у нас не было такого, что встречаемся, это были просто как вот общение какое-то такое вот. Вы не были парой, короче. Да, да, да. Просто как вот друзья, друзья, которые любят. Ну как бы гуляли, вот просто, да. Девушка, если парень приглашает вас куда-то вдвоем, вы не друзья. Ни один парень в мире. Не будет просто так приглашать девушку. Близкий друг. Да, да, очень-очень. Ему просто нужна моя помощь. Ладно, хорошо. О причинах этих мы поговорим больше чуть-чуть. Когда произошел момент, вот хочу спросить, когда произошел момент, я помню, что кто-то вмешался, друг или кто, когда тебе сообщили об этой причине. Да, и я был окрыленный, да, вот в этот момент. Я ехал домой, и мне звонит пастор. И говорит, ты знаешь, я знаю, что ты общаешься с этой девушкой, с этого момента ты прекращаешь общаться. Вот. И я такой, как? Как бы прям вот, прям он говорит, все, ты не общаешься. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, есть свои причины, там мы потом поговорим. И все, и все, и говорит, пока. и я так думаю, что это шутка, что такое, прям вот серьезно, все хорошо, мне нравится наши отношения, как там все строится, такая хорошая, скромная, вот, и тут хоп, и все. Думаю, что же такое случилось? Вот, и... и потом у тебя была встреча с пастором? и это мне все рассказало, и мы там вместе расчувствовались, и все такое. И я узнал всю историю, как все на самом деле, и вот у меня внутри ничего вообще не поколыхнулось, то есть ничего не изменилось. вот как было, и я говорю, что как бы ничего страшного, мы с этим пройдем, справимся, и пойдем дальше. И как бы вот отношения стали строиться дальше уже. Ты впустила его, да, тогда получается, что ты... Я вообще готовилась сказать это, ну, потому что, наверное, как, мне кажется, логично, когда ты разведен, ты не будешь, здравствуйте, я разведена, и там все это. Вот, я понимала, что как-то вот его чувства растут ко мне, и что это будет нечестно, если я это скрою, потому что все равно надо когда-то говорить. И я с подружками там дома, вот когда жили, я говорю, вот как мне сказать, все равно это как-то волнительно, да, но получилось так, что вперед, вперед рассказали, вот, там как-то так получилось, что друг, с которым вот мы гуляли, встретился какой-то, что ли, праздник был, или что-то, ну, он узнал, еще один друг, да, который знал, в принципе, ну, как бы меня с молоду, так сказать, там, с детства, вот, и он ему как бы сказал, но мне кажется, он, возможно, он ему без всякого, вот, да. Знаете там, не так просто сказал. просто он знает, как бы этот факт, и озвучил его, и все. Вот. И что? И в общем, ну, ты расслабилась по этому поводу уже, да? Ну, мы поговорили, да, мне стало легче, в плане того, что Макс знает, вот, но, конечно, не легче, как это все вообще будет дальше происходить, это наоборот, знаете, лучше бы вообще все отмела и жила дальше, чем нежели вот с этим всем сталкиваться. Но Рита мне тогда сказала, она говорит, знаешь, как бы были ухаживания со стороны других парней, и когда доходило дело, вот, да, это новости, как бы они узнавали, они все, как бы, либо уходили, и специали, да, либо они спрашивали у кого-то из пасторов, да, про эту ситуацию, и ему писали, да, говорили, что это нет, да, и как-то все, На этом все окончилось. Либо я сама знала, что если я кому-то там симпатично, да, была, то как-то вот сразу вот стороной, ну, вот, хихихахаясь. А пастор это не было так, что он говорил, возьми больше времени, подумай, там, с этого все началось. Потом мы начали встречаться с пастором, да, то есть мы переходим уже в другую фазу отношений, то есть здесь уже отношения наши с пастором начались. И у нас были очень хорошие отношения, то есть он был мой дочный попечитель, мы так очень хорошо общались, я был как сын, и в послушании всегда, то есть он сказал, я делаю, он сказал, я делаю. Да, духовный наставник. И в этот момент, когда он мне сказал, что ты это не делаешь, и когда мы уже начали разговаривать, все это обсуждать, он сказал, что ты знаешь, по писанию это не так, и как бы я не хотел бы видеть, чтобы ты там связался с такой девушкой, и у меня прям началось внутри, что как бы нет, она моя девушка. И я в этот момент начал больше молиться, и у меня внутри был такой голос, он на протяжении всего этого времени, то есть это было несколько месяцев, и был голос, что это она. И у меня какая-то мысль закрадывается, может быть, нет, может быть, правда отпустить, но как бы полно других там в церкви, на кого можно посмотреть. И мне пастор начал говорить, что посмотри на это, почему бы нет, посмотри на это. А внутри голос, это она, это она. И все, и этот голос меня больше начал мотивировать, трудиться в этом направлении, и таким образом я пошел против воли пастора. Ну что, тебе вообще не присуще было. Да, и как бы это было очень на нем похоже, пастор на меня разослился, то есть у нас нарушились отношения. И он сказал, что возьмите тайм-аут, по-моему, там месяц, да, был первый раз, это около месяца. То есть у вас чувства, эмоции, говорит, все понятно, да, давайте остынем. И ты поймешь, что это не она. Мы что-то такое пытались сделать. Мы, в принципе, осознавали, что это было со стороны пастора, в надежде, что Макс освободится от меня, как бы, и, так сказать, с сети. Ну, пошел этот месяц, он такой, может быть, уменьшил наше общение. Но та страсть, та эмоция, эти чувства, они не прекратились. То есть они стали больше на один шаг вперед. Мы хитрили. Вот. Мы общались, мы хитрили. Ну, мы не полностью, не полностью. Макс через по-другу там точки передавал. То есть, и когда пастор узнал, что мы, как бы, месяц не продержались, он говорит, теперь три месяца. Говорит, вот это вот прямо, вы не обращаетесь, вы не видитесь, вы не переписываетесь, вы не созваниваетесь. Вот просто не существует друг для друга никак. И у нас была, и сейчас есть подруга общая, и она проникла с этой ситуацией. И она сделала, по-моему, это она сделала нам подарок. Она говорит, вот тебе блокнот, и тебе блокнот. И ты будешь каждый день из этих трех месяцев записывать, как проходит твой день. Ну, друг для друга. Потом, когда вы через три месяца встретитесь, вы обменяетесь блокнотами. И вы будете читать и смотреть, как он пожил, ну, чтобы не потерять эту цепочку отношений. Ух ты, интересно. И мы вели, наверное, стабильно, у нас эти блокноты еще сохранились. Да-да. Мы иногда перечитываем, там, очень возвышенно все. Высокопарно. Да, я буду. Много-то мне там обещать всего. Да, я буду таким-таким. Я писала вообще. И да, и мы через эту девушку использовали как нашего такого передатчика. То есть там цветы, какие-то подарки, я передавал. Мы обычно как делали. Мы с этой девушкой шли, там, ехали до станции, где живет там Рита. И доходили до дома, я останавливался. Она шла дальше до подъезда, передавала все подарки. Возвращалась, рассказывала мне ее эмоции. И вот как-то вот так вот мы делали, да? Да. Ну, это было, с одной стороны, прикольно. Но, на самом деле, я хотела бы отметить, что когда пастор запрещал Максу, ну, говорил какие-то перерывы, необщения, он со мной ни разу не встречался. Пастор? Да, он меня видел издалека, мне кажется, он меня видел и чур-чур не меня. Ну, как бы такое вот... Отношение такое. Да. Ну, это, в принципе, это... Как сказать? Наверное, нормальная реакция. Нормальная реакция. Но это везде так было, да. Потому что после там своей церкви в Липецке, где я ходила в церковь, потом мы приехали в Москву, я ходила тоже в церковь, я служила, но пастор знал про мою ситуацию от кого-то другого, но тоже пастор ни разу не подходил, не разговаривал с ним на эту тему. Просто хотя бы расспросить, как это вообще в жизни происходит, что происходит. Поэтому вот я никогда не находила принятие со стороны меня как личности, со стороны церкви. Несмотря на то, что там я покаялась в грехе, развод это плохо, я до сих пор не пропагандирую и не говорю, что это все правильно. Я тоже против до сих пор. И как бы он со мной ни разу, да. То есть просто вот видел и как-то вот так вот все негативно... А у тебя-то чувства, вот там первый месяц, который получился, не получился, потом еще три, твои чувства как развивались в этот момент? Ты уже искалась или ты хотела видеться и все такое? Ну, в принципе, да, постепенно. Мне было очень хорошо с Максом вдвоем, когда мы там гуляли, все это было вот как-то по-дружески, вот со стороны. Это казалось, что Макс такой тихий, он вот не душа компании, не хей-хей, такой вот как бы, но с ним было очень приятно, так вот хорошо душой, вот какой-то, да. И никуда не хотелось бежать, куда-то там тусить или вот все-таки хотелось как-то вот в этой такой гавани... Домашней. Да, домашней, да. Домашней хотелось в этой гавани вот оставаться, да. И как-то вот, и потом мне очень, то, что вот он пошел дальше, вот это вот, добиваться с этой ситуацией, он мне тоже говорил, что Бог как бы... Говорит ему, да? Да, говорит и все это вот, и как-то, не знаю. Я понимал, что это как бы, я понимал, что развод это нехорошо, что это противоречит нормам, которые... Я все это понимал, да. И у меня пастор говорит, что если ты меня не послушаешь, я поставлю тебе замечание. Вот, я занимался служением, был лидером домашней группы. Вот, и я говорю, извините, вот при всем уважении, но я не могу, я не могу так оставить. Как бы я понимал, что вся вся ситуация... И он мне сказал, что если ты пойдешь дальше, ты будешь таким же грешником, как и она. Ну, в глазах, то есть. И я говорю, да, я понимаю. Он говорит, вот следующий шаг, все, мы с тобой не общаемся. Я говорю, да, я понимаю, я готов на этот шаг. Он говорит, ты не знаешь, на что ты готов. В итоге я продолжил дальше. Вот, и мы перестали общаться с пастором. То есть, у нас были встречи раз в неделю, где он меня пытался остановить. Когда не удалось, он сказал, ты не послушание, ты на замечание. Раз. Ты освобожден от всех служений. Два. Вот, с тобой никто не будет общаться в церкви. Три. Вот, пока ты не поймешь свою неправоту. Тут нужно сделать одну нервную марочку такую, что когда говорят на замечание, это не в смысле тебя пожарили. Это очень серьезно. Да, да. Есть церкви, в которых это прям вообще, это практически изгой. Ну, так и было. Еще одно замечание, и тебя могут вообще там анафеме предать, выгнать или что-то такое. И все, и с этого времени такой стал очень жесткий режим, когда в церкви друзья, они, ну, как бы так общались поверхностно очень. Но уже меньше, и все знали про мою ситуацию, все были в курсе, и что вот я такой. И все, и все начали относиться так немножко, ну, не с презрением, но так вот, что вот он ушел с правильного пути. Вот. Но у нас был, получается, свой путь с Ритой. Вот. И мы жили таким образом. То есть у нас был три месяца, был тоже отчет, что вот мы три месяца не общаемся. И через два... Но мы его не выдержали. Два с копеечкой месяца. Дня? Да. Я понял, что я больше как бы не могу. Вот прям не могу, и все, и вот надо действовать. То есть чувства не угасли, ничего, никуда не ушло. Я готов делать предложение. Я посадился с мамой моей. Вот. Я тогда жил с мамой. Вот, я говорю, вот такая ситуация, она знала про ситуацию. Я говорю, вот так, она говорит, ну, делай. У меня было два друга, с кем мы учились в институте. Один из очень консервативной церкви, баптистской. Второй из Мения. И мы с ними как бы обговаривали мою ситуацию. И они тоже были в курсе, и они меня на всем пути исследования. Я им рассказывал, как у меня с пастором, рассказал, как с Ритой. И они, в принципе, были более-менее похожи, и они все меня поддерживали. Чему я очень удивился, особенно товарищ с очень консервативной церкви. Он сказал, как бы, я, говорит, мое учение все против. Говорит, но я тебя понимаю, и как бы мне это близка ситуация там по своим причинам семейным. Вот. И, типа, действуй. И мы с ним поехали в ювелирный магазин, купили кольцо. То есть он мне помог. Я не знал, как выбрать размеры, все такое, вот эти все-то все его. Даже не помню, как я узнавал, какой размер. Как-то через тоже подругу, мне кажется, мы все узнавали. Вот. Одинаковые у них пальцы, чтобы там... И, в общем, мы купили кольцо, и я сидел, думаю, что дальше. Она уехала из Москвы в Липецк. На выходные? Да. Вот. И я думаю, надо. И у меня прям внутри надо, 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 надо. И, короче, я поехал в Липецк. Так, как у Глеба выходные, да? Да, поехал, и приехал туда, и вот Аня там с родителями была. И в один из вечеров, то есть все спокойно было, было папа, мама, Рита. И мы так сидели пили чай, думаю, вот, 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 сам момент. У меня были мысли, там, как-то надо возвышенность делать, романтично. Думаю, что еще может быть романтично, чем в кухне, с родителями. Прямо даже здесь, да? Вот. И я прям там говорю, вот. Такие дела. А родители тебя принимали? Да, в принципе, с мамой у нас контакт наладился быстро. С папой он говорит, ну что, я не против. Мужик, нормально, да, что? Руки, ноги налезть, да. Вот, мама Антошка говорит, ты же мой хороший. Ты ожидала предложения тогда? Ты уже чувствовала какое-то, что приехало? Нет, ну потому что все непонятно, и чем это закончится, непонятно тоже. Вот, поэтому нет, не ожидала, не думала, что он так быстро. Пошли против системы дальше, еще дальше. И твоя реакция? Я сказала да. Тогда сказала да, да. Но я очень была переживательна в эту ситуацию. Я и плакала, и вот к родителям часто ездила на выходные, мама со мной. Ну, как бы, утешала меня там все, да. Мы держали в уме всю ситуацию, все напряжения, которые есть в зеркале. И мы понимали, что пока это не решится, мы дальше не двинемся к смайдеру. То есть, потому что пастор должен дать там благословение рано или поздно. И венчать-то я хотел, чтобы пастор венчал. Несмотря на то, что вся система церковная в вашей церкви шла против вашей ситуации, вы остались в этой церкви, вы ходили, вы были там. Да, вы ходили, да, да, да. Мы не ушли в другую церковь, ничего такого вопроса. Но я, в Максу церковь я не ходила, я ходила в свою, да. Но ты остался там. Да, то есть, это не сподвигло меня поменять церковь или там найти. Были у нас друзья из Америки, американцы. Они говорят, приезжайте к нам, у вас в обвенчай. Они говорят, ничего страшного, я вообще не применю их от своих. Спасибо. Мы пока здесь. И вы ждали, пока ситуация как-то расслабится немножко. Да, и когда пастор узнал, что я сделал предложение, он сказал, ты меня вообще не слышишь. Я тебе сказал, раз, два, три, а вот такой поворот. И все, и наши отношения на этом прекратились. То есть, мы не общались вообще. Я приходил на служение в церковь позже, уходил раньше. То есть, была такая очень напряженная ситуация, что я не мог дальше. И все это опять же понимали, опять все это узнали. И так мы общались, в принципе, дальше. Мы с Ритой уже... Ну, мы не знали, в принципе, что делать, как бы. Мы где-то у кого-то спрашивали в других церквях, где там оба с пастором разговаривали. Вот. Ну, пошли, да, в церковь Крити пошли, начали разговаривать с пастором. А вот, что нам делать в такой ситуации? У нас там есть такой конфликт с нашим пастором. И он сказал, как бы, вот, наладьте отношения с вашим сначала, а потом можно двигаться. То есть, мы, как бы, искали вариант, где нам можно получить благословение, обвенчаться в другой церкви, может быть, кто нас примет. Но таких было не много. Но мы не знали, что делать. У нас не было верных шагов, как это пройти. Для меня это было особенно сложно, потому что, когда я проходила этап развода, это было очень напряженно. И потом, вот, это как заново-снова все, вот, когда там на тебя, да, как-то... Наше отношение с пастором закончено в том, что он сказал, что Бог тебя покарает. За это, что с тобой что-то случится. Вот, это вселяло во мне немножко так страха, что, вот, он говорит, что угодно может произойти, но ты можешь там завтра не дожить до завтра. Да, понятно. То есть, у нас такой период искания, да, мы не знаем, что делать. Мы молимся там активно вдвоем, да, и... Но пока ничего такого не происходит. То есть, мы думаем, как нам дальше двигаться в наших вот этих отношениях, чтобы есть предложение, я знаю, что она будет моей женой, да, вот. И, ну, вот, без благословения мы не можем дальше двигаться. Проходит время, и один наш, опять же, общий друг из другой церкви, он взял инициативу на себя, то есть, мы про это не знали. И он звонит нам, говорит, давайте встретимся вместе. Мы встретились в кафешке. Он говорит, вы знаете, я поговорил с вашим пастором. Он таким проводником? Да, он выступил как проводник, то есть, мы не знали. Он говорит, я поговорил, мы с ним обсудили все, вашу ситуацию. Он говорит, да, она очень непростая. Говорит, но он готов с вами встретиться. То есть, я попросил его, чтобы он с вами встретился, продолжил отношения, общение. Общение. Вот. И он поговорил с нами, что, типа, давай тебе тоже проявите первый шаг к нему. И после этого мы начали, ну, проявили шаг, и мы начали встречаться уже втроем. То есть, раньше мы встречались я и пастор. Угу. Вот. И я ему доказывал, что какая Рита хорошая, а он мне доказывал, какая она плохая. Да, он говорит, поговорите с ней, встретитесь там. Вот, и как бы я говорю, давайте все вместе встречаться. Он говорит, нет, я все знаю. То есть, он навел справки через окружение Рита, через церковь в Липецке, и у него была уже своя информация. Я говорю, она другая, чем вы мне рассказываете. И вот после этого разговора с нашим другом, вот, мы начали встречаться втроем. И уже пошло как-то попроще. Ну, не сначала, но все равно было уже проще. Ну, нет, почти сначала, потому что, когда была первая встреча с пастором, после уже вот вместе, он сказал о том, что он молился все это время за эту ситуацию. И Бог дал ему мир на сердце. Вот, да. И мы тогда как-то так, ну, чуть-чуть, да, вздохнули с облегчением. И тогда мы начали встречаться. Мы встречались, вот, с Максой церковью собрались еще, служители, пасторы. Ну, сначала мы встречались раз в неделю, да, как у нас было, как семейное консультирование. Да, это были очень классные семейные, потому что вот в Липецке у нас не было никаких там добрачных консультирований. Это было, мы рисовали рисунки разные, узнавали психологию друг друга по рисункам. Он уже как бы, он так вот узнал Риту, встал на сторону Риту, ругал меня. Да, 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 да. Что за рисунок, объясните рисунок. А я думаю, ну, что за рисунок, если... Чего видишь? Да. Интересные петажи. У нас уже началась вот такая, да, и все, то есть мы пошли в обычное русло, это был мой пастор, и уже нормальные отношения, это моя девушка, моя невеста. И у нас было три пастора, да, три пастора. В церкви? Да, да. Вот, и он говорит, что финальным будет, то есть я с вами проведу консультирование, проведу вас до конца, в финале мы встречаемся втроем в пятером, и уже решаем, что с вами делать. Вот, и вот эта встреча была такая судьбоносная. Потому что, да, вот наш пастор сказал, что я с ними провел встречу, я как бы, у меня мир. Ну, он подбатрил нас, не переживайте, все будет хорошо. Второй пастор сказал. Сколько на экзамен, я прям, знаешь, на комиссию. Да, второй пастор говорил, что это противоречит, да. Говорит, ну, я-то Максима знаю давно, Риту знаю недавно, ну, как бы, окей. Ну, я еще рассказывала им свою историю. Говорит, как бы, и не да, и нет, но он вот так вот. И был третий. Да, был третий, он сказал, говорит, я вижу парня, который любит, девушек, которые любят. Я не вижу препятствий. Я не вижу препятствий. Супер. Вот, говорит, для меня, ну, прошлая история ничего не значит, как бы, есть сейчас. И мой пастор говорит, ну, получается, два против одного. Когда свадьба? Выбираем, да. Ну, как бы, и понеслась. Да, то есть, можно выправить. Слушайте, какие вы молодцы, вот в таком смирении пройти. Это мне, ну, это прям вообще, да-да-да, чтобы вот не бунтовали, там, не это. Да, да. Такое время, но это время нас закалило, то есть, наше отношение, оно еще больше закалило. Мне кажется, если были бы они шатки, то... Это наша первая трудность в семье. По трудностям мы еще поговорим, да? Да, и в принципе все, то есть, это был конец года, потом была помолвка в церкви, и уже пастор при всей церкви сказал, что пара в мире со всеми пасторами, с церковью, замечание снимается, все хорошо. Хорошо, жених и невеста, добро пожаловать. Поздравляем. Все, да, то есть, и круто. Но отношение изменилось к вам, а не сразу. Но некоторые люди, с Максимовой церкви, его друзья, ну, там, церковь не такая большая была, есть, вот, они подходили к пастору и спрашивали, вы уверены, что вы прилетали? Может быть, вам надо, возьмите месяц. Да, то есть, такое вот, ну, то есть... Ну, не сразу изменилось, и, допустим, мое общение с друзьями, оно, ну, не стало не таким уже дружеским. Понятно, сошло уже, да. Ну, ладно, хорошо, оставим люди, они люди, ничего такого, да? Обычное дело. Слушайте, ну, прежде чем мы идти дальше, хочу, все-таки, с твоего позволения, вернуться немножко в ту ситуацию. У тебя был развод. Да. И правильно я понимаю, что это был христианский? Он был верующий, ты была верующей, все. Расскажи немного об этом. Ну, я начну, наверное, я пришла в церковь, когда мне было 13 лет. Вот, мои родители не ходили в церковь, меня пригласила одноклассница в церковь, вот, долго за меня молилась. Мне так очень все понравилось, я украдка от родителей посещала там подростковые клубы, в общем, ездила, говорила, что в 7-м дворе гуляю, вот. Ну, в общем, так я очень полюбила церковь, вот, в принципе, я там покаялась, приняла крещение в этой церкви, то есть она такая достаточно родная. Там мои такие первые познания о Боге, ну, и, наверное, как, может быть, большинство девочек хотела рано выйти замуж, хотела быть молодой мамочкой, вот. Вот, ну, не скажу, что у меня прям была такая цель, и я вот среди парней разгребала, искала, как бы вообще, нет. Но вышла замуж рано, мне было 18 лет. Ну, 18, через 2 месяца мне исполнилось 19. Вот, вышла замуж не по любви, я не любила человека. Ну, просто позвали, ты пошла, или что? Время пришло. Я училась, у нас был такой небольшой христианский колледж, скажем так, между городами, там, Липецк, там был Воронеж, и мы туда с подругой поехали учиться. Ну, такие-то были сессии выездные, то есть на 2 недели приезжаешь, учишься, потом там сдаешь в каждую, там, кварту. Вот, и там я познакомилась, там, вот, он был из другого города, вот, и как-то так, я не знаю, как это завязалось, правда. Вот, я когда кому-то рассказываю эту историю, я вообще не понимаю, как это могло произойти, и как я так, простите, вляпалась. Да, да, я не говорю, что он плохой человек уже вот за годами, просто он не для меня. Да, да, нет. Да, вот у меня были большие сомнения до свадьбы, примерно за 2 месяца до свадьбы я расставалась с ним, говорила, что у нас ничего не получится, но он плакал, говорил, что у нас все будет хорошо, что вот меня любят, и все, и мне стало жалко. Я, ну, продолжила, сказала, что окей, хорошо, вот, и эти сомнения никуда не ушли за 2 месяца, они были, и даже был день, когда ночь, когда завтра свадьба, и я дома ложусь спать, и попросила, чтобы я легла спать с мамой, и я всю ночь плакала и говорила маме, что я не хочу замуж. Вот, это была большая ошибка, наверное, это непросто перед ночью, перед свадьбой, конечно, все отказаться, потому что гости гладят платья, да, все собираются, завтра торжество, вот, но, наверное, это надо делать. Если вдруг у кого-то такая ситуация есть, это делать надо, чтобы не было потом больно тебе, потому что это, проходить этот этап, наверное, это и так непросто, а проходить этот этап в церкви еще, еще, как бы, непросто, еще сложнее. Вот, и мама меня успокаивала, плакала вместе со мной, ну, тут, наверное, еще такой свадебный мандраж, плюс все, вот это все. Значит, будет нормально. Да, и как-то так, но я такая, достаточно, в принципе, жизнерадостная, на тот момент была, вот, как-то так вот собралась с утра, с улыбков, весь этот день прожили, и свадьба состоялась. Вот, поэтому, ну, такой, не знаю, мой первый совет, что если вы хотите рано замуж, или вам 18, или если вы хотите, или если вам 30, и вы не знаете, как сказать, не уверены, не уверены, да, или просто вы выходите замуж, потому что вам 30 или 35, и уже надо быть, надо быть, да, то, как бы, этого, ну, не стоит делать вообще, ни при каких обстоятельствах, вот, и, ну, и все. И все, как бы, и потом мы стали жить, но мы, конечно, два разных человека. С моей стороны нужно было быть, наверное, твердой до все это обрубить, а с его стороны, даже если он там как-то больше любил, да, там, или что-то, тоже понять, что, в принципе, если тебе о девушках говорит, то это уже какой-то знак, ну, со стороны, да, то есть принять решение, отпустить, сказать, да, наверняка это не мое, как бы ты не был там влюблен, или еще, вот, но как-то так вот мы не смогли это прекратить, да. А сколько вы прожили в итоге? Мы прожили, ну, наверное, где-то год вместе, и, наверное, полтора года, или, ну, или год уже я точно, по раздельности, вот, ну, как бы, мы жили в квартире, ну, квартира моих родителей, родители жили в доме, и я съехала в дом к родителям, а он жил в той квартире, где вот... В твоих, практически, да, ну, мои родители, да, все это время, вот, потому что, в принципе, у него не было родственников в нашем городе, не было, так сказать, знакомых, он переехал, да, с другого города, вот, поэтому как-то так вот, он жил, ну, чтобы... Да, 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 да. И вот весь этот момент, мы, у нас были проблемы с самого начала, ну, не проблема, а такие вот недопонимания, потому что, когда ты не любишь человека, когда ты не понимаешь, когда ты не восхищаешься, ну, там, не знаю, его носом, хотя бы, да, ссоришься, ой, ну, какой красивый нос, ну, к примеру. Да, я понимаю, да. Моменты, да, то это как-то сглаживается. Это было вообще полностью внешний не мой типаж, и, ну, и внутренний тоже. То есть это прям вот, это прям вот было прям совсем критично-критично все. Вот, я достаточно была общительна, это моя родная церковь, я постоянно там служила, пела в хоре, и вот друзья все, мы считаем, с самого раннего детства, но как-то вот он не закреплялся в церкви. Как-то вот, я даже помню, знаете, когда ты с детства в одной церкви, да, как-то вот вы относитесь к брату, к сестру, я помню, как-то даже в церкви ко мне там вот брат в христе подошел, просто чисто на плечо руку положил, а он чуть его не выйти из церкви драться. Ну, как бы вот, то есть он такой достаточно был ревнивый, да. Вот, и что? Ну, короче, не заладилось, да? Да, да, с самого начала, как-то вот нам друзья звонят, говорят, пойдемте там в боулинг поиграем, да, там семейный даже, вот. Ну, то есть какие-то такие были моменты, и очень, наверное, ревность была, потому что вот были, ну, не знаю, наверное, таких моментов лучше, наверное, не буду говорить, да, но в том плане, что просто это вот с самого начала было все против, было все... Все не стройно. Не стройно, да, и так и не стройно дальше шло. Моя мама и папа его не очень любили. Они не подавали вида, но он им был неприятен, да, потому что, когда мы только поженились, было такое, что мы спрожили с родителями в одной комнате, а родители в другой, вот, потом уже там родители переехали в дом, и мне нельзя было общаться с родителями. То есть если мама пришла вечером с работы, к примеру, спросить, как дела, мне сразу включали с другой комнатой, иди сюда. Да, вот. А даже вот мы с мамой вспоминали, такой контроль достаточно был до мной. Вот. Ну, и вот как это... Это по твоему рассказу сейчас кто-то может предположить, что, ну, а что такого-то? Ну, окей, хорошо, ну, где-то ревнует, ну, значит, сильно любит. Ну, не закрепился он в церкви. Ну, как бы, ну, кто-то закрепился, кто-то не закрепился, ничего особенного. Ну, контролирует. Ну, вы только поженились, он, может быть, хотел больше времени проводить с собой. Просто кто-то может так предположить. Было ли так, что ты такая, ну, что-то не так, пожалуй, разведусь? Или это было иначе, это твое отношение? Нет, несмотря на то, что я замуж проходила не по любви, у меня не было в мыслях такое, что я пойду разведусь. Я читала какую-то, я не помню, что за книга, я читала какую-то христианскую книгу, где было написано о том, что парень, если он любит, как бы он любит. Если он не любит, вступая в брак, он не полюбит. Ну, то есть, ему как-то сложнее, наверное, психологически, да. А женщина, если она не любит, но вот вступает в брак, то все вот то, что будет происходить внутри семьи, у нее может вот любовь это возрастить. И вот когда, причем вот это какой-то знак был, да, и когда я эту книгу читала, вот это все прочитала, и я такая думаю, ну окей, как бы это мой случай такой, знаете, жертва с собой вот в брак, да. Вот, и... И... Да, и ты относилась к разводу категорически нет. Да. Где тот момент или что должно было произойти, что ты сказал, ну, я все понимаю, но нет, я... только развод. Но было... Это твоя инициатива была? Сложнее всего, наверное, было мне. В этом браке. Вот, потому что вот эти вот запреты, вот эти... Конечно, мы, наверное, я вот честно, как-то вот после истории, как-то бог как будто стер мои воспоминания, какие были. Было просто куча моментов каких-то, которых, знаете, ну, они вообще в голове не укладывались. И мелкие, и не мелкие. Просто вот я говорю, это как-то, когда ты не любишь, вот, человека, то это просто вот, получается, ты замуж уходишь, и ты вот как бы тебя посадили в одну квартиру с этим человеком. И вот все, что вот есть внешне, душой, это все не мило для тебя, ну, в данном случае в моем, да? И когда какие-то ты можешь сделать на скидку, что он хочет побыть с тобой вдвоем, там, или еще что-то, и это сопутствует какими-то еще такими немножечко, может быть, мерзкими какой-то мере ситуациями, ну, как бы тебе это вот в голову все откладывается, откладывается постепенно. И потом происходит тот момент, когда ты как бы больше не можешь. У меня было такое, что даже в каком-то интимном плане, к примеру, да, я вечером шла в душ, и в душу просто плакала, рыдала, что я не хочу ложиться в кровать с этим человеком. То есть у меня было просто в итоге, как в книжке написано, у меня не созрела вот эта вот любовь, у меня наоборот еще как бы уменьшалась хуже, 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 да. Как бы я в церкви, нам не сильно помогали с этим, наверное, когда были какие-то мелкие, мы не сильно афишировали это, вот, а когда как-то уже более крупно, ну, так вот мы напряжение разошлись, вот, ну, тоже не помогали, ну, по-моему, мы не помогали, вот. И мы разъехались просто, я даже там взяла пару вещей, уехала к родителям, и все. Ну, как правило, говорят, что, ну, если кто-то сталкивается с трудностями, говорят, подождите, попробуйте, там, главный совет, сядьте, поговорите, попробуйте. Ты пыталась что-то объяснить ему или что-то такое, что мне надо вот так, или для меня это важно вот так? Или просто из-за того, что чувства отсутствовали, даже не было желания пытаться, ну, там, как-то изменить его или что-то объяснить, поговорить? Ну, наверное, мы разговаривали, я говорю, как-то вот, не помню, разговаривали, говорили, проявлялись, но 18 лет, наверное, я такая еще была вот и несозревшая, да, чтобы там что-то правильно решать или что-то как-то действовать правильно, вот. И это все, в общем, это потом доросло до такой ситуации, когда вообще не хотелось ничего. На самом деле я знала, что развод это грех, как бы, и я на тот момент настолько была подавлена, как личность, что я была согласна до конца дней остаться одна. Да, служить, ну, то есть просто вот служить, быть в церкви, как-то так вот, не выходить замуж, ну, как вот обычно там, да, разводишься, нельзя дальше. Вот, то есть я вот прям готова была, так, мне было вот... Ну, с его стороны не было никаких шагов, чтобы исправить что-то. Да, ну, да. Ты не могла бы какие-то, ну, несколько ситуаций хотя бы привести, чуть как-то, мы сейчас в общем говорим, ну, вот просто чтобы зрительницы наши, они понимали, в чем ты пребывала и как все из этого вырулилось. Какие-то, ну, вот там, две-три ситуации, как он себя вел? Ну, к примеру, когда у нас был какой-то конфликт, или мы что-то решали, или его что-то злило, я никогда не видела, чтобы мой папа поднимал на маму руку, несмотря на то, что они не ходили в церковь. Вот, и для меня взять вот так, потрясти и бросить в диван, ну, как бы для меня это уже какой-то знак. Да, агрессия. Да, вот, как бы в таком плане, к примеру, я пела в хоре, и там была, ну, там, спевки в среде недели, да, у нас были, вот, и все мужья, к примеру, встречают своих жен, вот, а мне, ну, как бы дождик идет, да, и я попросила... Он не приходил за тобой, короче. Он не приходил, да, за мной, и когда меня там регент хора женщина подвозила на машине до дома, все так, он просто по телефону звонил и обзывал меня всякими там распутными словами, что я распутная женщина, гуляю, где я хожу вообще. Хотя он прекрасно знает, что я, как бы, в церкви на спевке. Вот, то есть, как бы, какие-то такие моменты, к примеру, он прятал, однажды я разбирала гардероб, да, и в свадебном пиджаке у него был чай такой, ну... Спрятанный от кого-то? Да, да, не знаю от кого, но мы тогда жили с родителями, может быть, от моих родителей он прятал, вот, какие-то такие моменты. Он даже мог купить себе какие-то джинсы, я не знаю, дольче габбана, и вот так вот среди своих штанишек, ну, как бы, положить с биркой, когда я начинала разбирать, там, вот, ой, купленные штаны, я даже не знала, что он купил. Ну, то есть, вроде бы, может быть, какие-то моменты это тоже такие вот неострые для того, для развода, да, но когда, я еще раз повторюсь, когда ты не любишь и когда тебе нужно как-то строить, да, эти моменты, они никак не дают тебе восхищаться, и вот дальше сила строится в семью. У вас зашел разговор о разводе? Зашел разговор о разводе. Да, как он говорит нет, всю жизнь будем вместе? Мы, наверное, начали с маленького, это когда в ссоре говоришь, я с тобой разведусь, да, когда там, сейчас, да, многие семьи говорят, что в нашем доме мы говорим слово развод, да. Вот это вот просто, вот, может быть, сперва ты даже как-то необдуманно начиналась говорить, все это, как угроза, как что-то вот, чтобы что-то изменилось, да, вот это вот, вот, а потом вот, как бы, все сильнее и сильнее обороты, и, наверное, когда уже мы разъехались, тогда вот уже было более остро, вот. Вот, он говорил, что разведется, я говорила, что разведусь, но когда у нас уже пришла ситуация такая семейная, когда надо вот с братьями в церкви, да, там, с пастырами обсуждать, он говорил, что он не хочет разводиться. То есть дома он говорил, что хочет разводиться, а на людях он говорит, что не хочет. И ты оставалась крайняя? И я оставалась крайняя. Поро меня какие-то только сплетни не ходили, что у меня кто-то есть, и парень из церкви, и что я специально хочу развестись, чтобы сейчас замуж за него выйти, да, и все это, я говорю, ну, где, как бы, доказательств, естественно, никаких не было, я говорю, где это все, вот. Но у нас тогда в церкви была, знаете, смена пасторов, вот, и получается, ну, как мне кажется, что новый пастор, он про меня не знал, то есть, вот, всей вообще моей истории. Мне, конечно, было немного обидно, что, наверное, больше обвиняют меня, потому что я в этой церкви, ну, считай, с подростков, с детства, и я прям как на ладони. То есть для меня эта церковь, она прям вот супер-супер родная, потому что я знала, где лежит тряпочка, где какой ключик от какого кабинета, то есть вот настолько, что там грязно окно, я помою. То есть церковь была прям вот такой домом, семьей, да, и для меня это было, вот, конечно, как-то вот... Странно, что они так... Да, не то, что поддержать, да, да, конечно, да. Я им рассказывала ситуации, вот, к примеру, какие-то, да, на все ситуации мне говорили, что ты вообще дурью маешься, вот тебе нужно просто детей родить и жить. Я говорила, где жить, у нас даже жилья своего нету, ну, там, да, все это. Мне говорили, вот, я в подвале в свое время с детьми жил, к примеру, да, там, вот, то есть какие-то, да, такие моменты. То есть я просто должна была пойти нарожать детей и жить ради детей, вот, в браке. Да, да. Но в итоге дошла до какой-то критической точки ситуация, и ты уехала к родителям. Да. Где-то год еще вы жили вот так вот раздельно. Что потом произошло? Как вы, как документы были подписаны, я не знаю, в зарплате? Мы жили раздельно, вот у нас были периодически вот такие встречи, я, встречи были ужасными. Я бы сказала, я не знаю, можно ли было эти отношения вытянуть, чтобы продолжить. Может быть, можно было, если бы были более какой-то грамотная, грамотная помощь нам, вот. Но она прям должна была, наверное, супер быть грамотной, чтобы все это вот наладить. Но, по крайней мере, меня не слышали бы на вот этих вот, и проклятие на меня тоже сыпались. Вот, мне говорили, что у меня не будет детей, что я никогда не забеременею, что я так и буду вот жить одна, и что за непослушание меня нужно дать сатане. И когда мне это говорили, я помню, это братское, когда мне сказали, что у меня дать сатане. Причем, знаете, когда вот просто, я не знаю, может быть, кто-то не поверит, но когда у меня вся эта проблема была с разводом, это грех, да, Богу не нравится, он меня одобривает. Но я в тот момент просто немоверную поддержку Бога ощущала. Мне такое ощущение, что Бог меня просто гладил, постоянно стоял. Потому что от каждой встречи в церкви, когда мне нужно было там о сатане отдать или еще что-то, я просто, когда услышала это слово, я просто разрывалась прямо там же. И вот люди, которые сидели, ну, как бы, знаете, чисто по-человечески, это как будто было жестокосерно как-то. Мои родители жили на одном конце города, а церковь была на другом. Я всегда садилась в маршрутку, ехала до дома, я просто рыдала в маршрутке. Простите. Доходила до дома, я стукала, и падала. Падала на пороге, мне мама тут не мало, но она понимала всю, конечно, ситуацию. Просто доводила меня до кровати, я могла часами рыдать, мама не знала, что со мной делать. Порой я так рыдала бессознательно, что мама мне по щекам хлопала, чтобы чувство привести. Да, это было очень тяжело. Простите. Это было очень тяжело, и... Ну, как-то вот так, в церкви со мной запретили разговаривать. Я приходила тоже, и мне при этом при всем, что мне запретили разговаривать со мной, здороваться, ну, как бы, чтобы не наказали, чтобы я поняла, что вот... Да, что ты виновата. Вот. Но при этом мне нужно было ходить в церковь, находить силы, чтобы идти вот к людям в церковь. Вот, да, потому что если я не буду ходить, конечно, я отошла от Бога совсем. Вот, я приходила немножечко позже, ну, как собрание начиналось, и уходила раньше. У меня были подруги, которые меня поддерживали, и их семьи, и родители. Вот, но у нас там была квартира, девчонки снимали, и они меня тоже часто позвали с ночевкой, чтобы как-то немножко развеяться. Вот, я оставалась у них, и после того пастор узнавал, что я ночую, он их вызывал тоже к себе на ковер и говорил, что если вы будете... Меня поставили на замечание в церкви, вот, что если вы с ней будете общаться, я вас тоже поставлю на замечание. То есть, вот, как бы, такое достаточно было жесткое. Я пыталась как-то... Мне нельзя было ни на какие домашние группы ходить, ни на какие конференции выезжать, никуда-никуда. Хотя он выезжал на другие конференции, и... Его не казалось. Да. То есть, с него спроса не было. Ну, как-то вот, да. Вот, конечно, был какой-то момент, такие, они не хотели, чтобы мы воссоединились. Я помню, когда в воскресенье мы вот так в церковь подходим, он идет, и я как-то вот одновременно пришли, ну, и, получается, в церковь, в зал зашли тоже вместе. Конечно, все бабули в церкви такие, о-о-о, умирились вместе, да. Ну, как бы, как бы нет. После этого периода дойдем до финальной точки такой. Как получилось, что вы развелись в итоге? Мы просто пошли и развелись. Мы пошли. Вне зависимости от цели, консультации. Мы очень много, иди ты, иди ты, иди ты, вот. Из нас никто, я говорила, что я не спешу никуда, вот. У меня нет кого-то, чтобы мне надо развестись, а потом пойти замуж, выйти, вот. И мы пошли вместе. Наступил какой-то период, я не помню уже прям точно. Мы пошли вместе в ЗАГС, подали заявление на развод. Это было, конечно, еще таким большим мудражом, вот. Я тоже в ЗАГСе рыдала, вот. Но, как ни странно, все равно мы по-человечески как-то, да, так вот. И была свадьба, и все, мы вышли из ЗАГСа. Я помню, это была последняя наша встреча. Он плакал, я плакал. Мы просто, как бы, такую какую-то фразу произнесли, что бы он творили. Вот. Я помню, что мы, в принципе, обнялись, ну, как бы, вот так, по-дружески. И просто разошлись с разным стороны. С тех пор мы друг друга не видели. Вот. И позднее для меня, конечно, было таким, что в церкви я опять, ну, как бы, мы развелись, да. Да, ничего, никто не общается. Вот. И потом мы, вот, как раз с моими подругами, мы решили переехать в Краснодар. И это было такое бегство, такая, центр реабилитации, переезда, да, моего. Это, наверное, вот сейчас, если спинать, то было лучшим решением, как бы, уехать, да. И спасибо, что у меня были такие подруги, кто со мной согласился на такое путешествие. Вот. И когда мы уже жили с девочками в Краснодаре, я помню, как-то он мне позвонил и сказал о том, что он хочет жениться. У него есть девушка. Не против ли я? Я сказала, не против, если у тебя все хорошо, в путь, дорогу, дальнюю. Вот. Ну, и все, это тоже был последний разговор с ним. Вот. Я точно, может быть, не могу утверждать, но вроде как мне сказали, что с этой девушкой он был все знаком, когда мы, познакомилась на одной из конференций, когда мы были еще в браке. Вот. И в итоге, получается, вот семья. Поэтому, наверное, каким-то решением одобрить, вот, когда мы встречались с пасторами, да, когда я рассказывала, что один пастор сказал, что он не видит проблемы в том, что, да, это то, что он уже женат. То есть, мне негде высиживать и ждать, когда мы там воссоединяемся, да. То есть, у него есть семья, там дети и вот в таком плане. Слушай, ну, спасибо большое, что ты поделилась всем этим. Да, простите, если я вас задумал. Не, не, да что там, все понятно. Такие ситуации очень критические, стрессовые. Я позволю себе пойти чуть-чуть дальше и вернуться к тем проклятиям, которые кричали в твою сторону на этих встречах. И особенно к одному заявлению, который сказал, что ты никогда не забеременеешь, у тебя никогда не будет детей. Да. У Бога есть чувство юра. Я определяю. Сколько прошло время после вашей свадьбы, когда у вас, когда вы забеременели, вот так назовем это? Три года. Да, мы узнали прямо перед годовщиной, когда нам было три года. Три года, ты зверя. Я говорю, у Бога есть чувство юра, не просто так. Вы забеременели, и потом вы узнали, что... Что у нас двое нет. Сразу двоих вам. Немножко об этом поговорим. Давай. Для мужчины вообще стресс узнает, что он скоро станет папой. Один был стресс, да? Да, да. Но тут ты узнаешь, что их будет сразу двое. Что ты, как ты воспринял эту новость? Это был шок. Мы были на УЗИ, мы вернулись с медового месяца, мы с годовщиной ездили на море. Вернулись и сделали тест, и все там показало. И мы подумали, что все. Мы перед, перед сделали тест. Перед, и после, да, надо идти к врачу. Пришли к врачу, сказали, что, ну, наверное, мы беременны. Она посмеялась, говорит, ну, пойдемте. И на первом УЗИ была маленькая точечка. Говорит, ну, вот маленькая точечка, да. Ну, я такой, ну, маленькая точечка, один. Да, ничего страшного. Да, мы таки, мы ожидали вообще увидеть там целого ребенка. А мы как, а у нас сегодня с йогуртом ничего не видно. Это было 7 недель. Она говорит, ну, приходи, через 2 недели. Мы их платную ввели, платную ходили. Передаем, как бы, окей. Да, через 2 недели, говорит, приходи, еще посмотрим, там уже будет более. Что делать? Потому что, в принципе, мы когда жили полтора года, я не думал про детей. Следующие полтора года Рита уже говорит, ну, как бы. Мне скоро 30. Возраст, как бы, я хочу быть молодой мамой. Я оттягивал, как мог. Мужик. Но не вышло. Напором взяла. Туром. И тогда, получается, первый УЗИ было, я говорю, окей. Потом приехали на второй УЗИ через 2 недели. Мы везде вместе. Да, вместе все смотрели. И врач говорит, сколько вы видели на прошлый УЗИ? Ну, ребенок один, одна точка маленькая. Ну, нет, ну, нет, надо не так рассказывать. Давай, разве? Можно я? Давай, давай. Мы пришли на УЗИ. И УЗИ такой, темный кабинет, там все это. Я легла, Макс сел рядом на стул. И у нас первую УЗИ мне делала сама врач. Вот. А второе, она сказала, что будет делать прямо вот УЗИ. Вот. И она такая настраивает там, значит, все это вот. На экранчике все это показывается. И она такая сматривается в экран, сматривается. Вот. Я такая, что-то думаю, не то. Подопряглась. Она говорит, кто вам УЗИ делал? Я говорю, ну, врач делала. Она ее, типа, кричит, там два кабинета, между ними дверь такая. Говорит, иди сюда. И она уже более четко настроила. Я говорю, там несколько. Она говорит, да, там двое. А Макс вообще, когда она все настраивала, только... Она поворачивает экран к нам, говорит, смотрите. А на четыре точки. Да. Как двое. Я четыре вижу. Да. Вот. И она такая врачу говорит, смотри, говорит, где вы это, двое. У меня все затряслось. Все это мне врач по ноге гладит. Все нормально, что я с ними с двумя буду делать. Вот. Причем это была своя беременность. Это не КО было. У меня в родстве вообще нет двойни. У Макса где-то там бабушка нам когда-то говорила. Ну, обычно оно не приходит вроде по мужской литни. Вот. Ну, в общем, каким-то таким вот чудом реально. Я говорю, как я их прокормлю? Откуда мне взять деньги? Говорю, врачу. Вот что вы на меня смотрите? Она говорит, это радость. Какие деньги? Да, я ушел. Ты, короче, ты был в шоке. Это просто наше путешествие. И вот появляются у вас две девочки. Девочки. Ну, нам сказали почти на самом вот втором УЗИ, сказали, что скорее всего у вас будут две девочки. Да, уже у нас есть. Как-то так вот созревала, наверное, посмотрела. Понятное дело, что у вас нет опыта сравнить, вот так у нас был один ребенок, а вот так двойня. У вас сразу появилось двое. Иногда мы пугаем друг друга или кого-то из друзей, там, о, двойня у тебя будет, там, или что-то такое, ну, плюс-минус. Это жесть? Ну, нет. Ну, да. Я всегда, когда мне говорят, как тебе сдвойни, я всегда отвечаю, я не знаю, как с одним. Поэтому сдвойни, это как будто так, как надо. Вот. Но нам не помогал никто. Если только там бабушки на выходные приезжали, там, потому что моя мама работает, Максим мама работает. Да, начнем с того, что это был период такой, когда вот ты была беременная, да, то есть это очень... Это был особенный период, потому что врач сказал, мы на весь, на все консультации с врачами ходили вдвоем. Потому что был период такой, когда Рита как рыбка, три секунды, и врач что-то сказал, ну, первый раз она пошла, я сижу рядом между другом, и что сказал? Я не помню. Знакома. Я говорю, а дальше что делать, куда идти, какие анализы? Я не помню. Да, я реально помню. Я к врачу, говорю, извините, что вы ей сказали. Она говорит, сейчас я все напишу. Да, они любили Макса. С этого мы начали ходить вдвоем, я говорю, а он начинает что-то рассказывать, и говорит, не мне, вот муж, ему рассказывайте, я ничего не помню. Вот, так мы всю беременность все анализы сдавали. Это было ухаживание Макса во время беременности, это было лучшими ухаживаниями за всю жизнь. Это даже не конфетный букетный период, вот это вот. Это просто вот. Это тортная. Меня просто, вот реально, меня просто привозили. Вот, ну, я и в бесплатную женскую консультацию встала, и в платную мы ходили. Вот, и в платную у нас по контракту роду тоже были. И вот, ну, в платную вообще там такая была классная клиника, врач, да. Вот, и просто вот... Нет, подождите, стоп. Обратите внимание, не мы это говорили. Мы даже не просили. Мы не подговаривали. Платные роды вот так были. В бесплатную ссале, пожалуйста, перестань. Нет, не роды, это... Ну, по контракту, консультации. Ну, это консультации, а я за это вообще даже слова не сказала. Все равно получила. Ага, ладно, простите. Но мне было так надежнее. Реально, так было надежнее. Нет, я-то понимаю. Тем более у нас была многоплодная беременность. Да, потому что врач, кто нас вел, Ким Кол, да, вот, сказал, что это надо очень аккуратно с женой, потому что два плода, два ребенка, чуть что, один может не выжить. Как бы, вот, много случаев есть. Я понял, что как бы основная задача, холить, лереять, сдавать все эти пылинки. Так ты и делал. Да, но я старался. Но у меня было, на самом деле, очень... Вот, как спросил ты, сдвоение. Мне было очень сложно двойню выносить. То есть дети себя абсолютно нормально чувствовали. Я просто лежала около пяти, наверное, месяцев просто пластом. И это мне надо было видеть. Просто, когда мне иногда говорят, у меня тоже токсикоз, я вообще говорю, нет, ну вот, у меня внутри, думаю, нет, у тебя вообще нет токсикоз. Я просто лежала, у меня был любимый таз, который я просто потом выкинула. Да, я делала один глоток воды, и меня все... Я похудела тогда на 15 килограмм минус. Вот, ну, конечно, я потом все набрала, а после еще того набрала, но мне упустимые тему. Да, вот, просто... И Макс, вот, он про ухаживание. Это было просто нечто, что-то вот... Мне даже кажется, что когда Юля говорит, что Антоша такой великолепный, мне кажется, что великолепней Максимки никого нет. Ну, он в два раза великолепней, как минимум. Ну, просто это реально, вот, когда Антоша говорит, ой, мой тоже там вот на УЗИ со мной ходит, все такое, и такая довольная. Ну, просто это был вот каждый шаг. Вот моя жена, вот, вот это вот, вот на кушетку положить, вот, вот тебе иди перед работой. Очень была классная работа, Макс, начальник, всегда с пониманием относился. Баночка с мочой, он сам ее отвезет. Я однажды просто сама на автобусе, уже неловко было, на автобусе сама, ну, поехала. Вот, я ехала, съела перед выходом яблоко, и я чуть с этой кнопкой возле автобуса стояла, просто вот схватила ее, и каждую остановку, думаю, ну, не будешь я нажимать, остановить экстренно. Вот мне почему-то никто никогда не уступал в место, вот, ну, как-то я так редко в общественный транспорт ездила. Я работала, но с первого дня моего, как, беременности, в общем, мы поехали, вот мы узнали самый срок, мы поехали в третью годовщину отдыхать, я запорола весь отпуск со стоксикозом, просто я все время Максиму говорю, извини меня, извини, я все испортила, вот, ну, как бы, все, и потом я уже приехала, вот как раз, вот это вот, все началось в аэропорту, когда мы полетели в Москву. Вот меня все спромутило, а потом вот, и я пять месяцев так вот провалялась. У меня был пакетик, как пакетики, которые Макс мне набрал в самолете непромокаемые, вот, чтобы, да, хорошая вещь, очень-очень практичная, если что, да. Вот, и то есть, как бы, было прям очень жестко, да. И вот вы родили двух девчонок. Да. И каким образом было вот это вот? У меня был Кесарево, я не сама рожала, был Кесарево, мы должны были вместе идти на роды, вот, но это был декабрь, уже большинство медицинских учреждений закрывались на карантин, ну, вот зимой, как там, из-за гриппа, да, вот, я по контракту рожала в платной, вот, и поступила туда, такая, все, завтра Макс приедет, хоть и Кесарево тоже он должен был быть рядом, вот, и мне вечером говорят, Рит, знаешь, у нас завтрашнего дня карантин. Это значит, что Макс не сможет прийти на роды. Я говорю, все, я тогда собираюсь, говорю, ухожу. У меня был такой настрой, Макс, я не буду рожать. Поюгать, забери меня. Да. Как-то я так вот настроена, что вместе. И вот у вас родилась двойня, сразу двое у вас появилось. Да. Как в быту это? Ты сразу такой, ой, мои доченьки. Да, почти. Сразу надо было купить два кресла, чтобы в машине их перевезти. Две кровати. Ну, две кровати, это понятно. Это было необычно, все по два покупать. Да, это было необычно, в двойном размере, да, все подвало. Две одежды там, два конверта, все такое. Вот. И мы их привезли. Получается, приехала моя мама, которая работает, няня с детьми. Она, типа, говорит, сейчас я вам все покажу, типа, молодежь. Вот. Она поехала с нами в машине. Вот эти два сверточка лежали, спали. Мы приехали домой. Ага. Проглазай, проглазай. Они начали кричать, проснулись. Мама говорит, ну, покормите их, что вы. Покормите. Вот. А мы не знаем, чем кормить их. Да? Ну, что-то вот такое было. А она говорит, смесью, да? Неправильно рассказала. Вот. И мы начали искать, где купить смесь. Что неправильно рассказали? Что еще? Потому как мы поехали на такси, мы думали, а чем мы ее будем кормить? У меня молока как бы там вообще не было, а их еще и двое, и все. И мы как... Ой, на такси. На машине. На твоей, да, машине. Вот. И мы ехали, думаем, где вообще это купить? Что смесь, где это продается? Какая именно смесь? Ну, в общем, вот так и да. Мы объездили в несколько аптек. Они говорят, у нас такого нету. Вот. Мы думали, где вообще ее искать, эту смесь? Ну, когда ты хочешь посвёртвать, ты не знаешь. Магазин по товарам был. Да, по товарам заходил по смесью. Она говорит, детские не уезжайте. Но неважно. Мы привезли, получается, два сверточка положили на кровать. И все. И я говорю, ну, теперь наша... Ну, у нас сразу какой-то такой свой мир стал. Потому что мама там пару бутылочек помыла нам. И она как-то поняла, что у нас такое свое. Мы обогнездили с четвером такие два малыша. Мы. Вот. И мама такая, ну, все, я поехала. Типа, да. И как-то так вот мы... И так вот мы стали. Ну, у меня до этого, то есть, к детям... У меня было очень ровное отношение. То есть, к чужим, к детям... Ну, как бы, я не сюси-пусь, и вот такое нет. Я на самом деле переживала, что Макс как будет сэндить. Мне все говорили, что если он не любит... Вот у нас у друзей малышка, я говорю, ну, подержи, нет. Я говорю, ну, подержи. Но у него просто в родстве не было мелких. То есть, он ни с кем никогда не нянчился, ничего. У меня были. Я и в церкви там помогала всеми посидеть. Как-то вот я его любила. Я сторонился всегда маленьких детей. Ну, я их не понимаю, они меня тоже... О чем мне с ними разговаривают? А здесь, получается, двое, и у меня уже в голове... То есть, допустим, я уже думал, надо менять подгузник будет. Рано или поздно. Фу, да? Фу. Вот. И я понимал, что как бы Элита после родов. Ей тяжело, там, у нее отходняк. Двое детей орут, начинают, да, постепенно орать. Вот. И надо это делать. То есть, как бы, фу, не было. То есть, надо поменять подгузник. Ты помнишь, даже говорил как-то, что, наверное, Бог специально дал двойник. Потому что, если бы был боди, ну, как бы, Рита справится на тебе на одном. А тут, как бы, мне надо тоже подключаться. То есть, мое вовлечение, там, на такой же степени, как у Риты. То есть, она с одним, я с другим. С одной, с другой. Да. И я подумал, что, да, есть чувство юмора у Бога. И вот, понеслась, да. То есть, и мы и кормили, и поили, и протирали. Просто, закрывая эту тему, ответь мне на один вопрос. Как мужик мужику, есть жизнь после двойни? Да. 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 Хорошо, да. Ну, чудесно, и особенно, и же классно, они вдвоем играть будут, да? Ну, они играют, да. А сколько им сейчас? Три с половиной. Ага. И все, они уже вот компашка, да? Они уже сами себе. Да. Банда уже, да. Да, да. Ну, они у нас достаточно спокойные, в принципе, у нас были какие-то такие определенные установки. К примеру, мы думаем, двойни, чтобы они нам, ну, грубо говоря, не сели на шею, чтобы такие сбалованные. У нас было прямо вот изначально. Мы не укачивали детей никогда. Мы не ходили, ничего. Мудрые родители. Просто было что-то такое, что в роддоме они со мной были, и их как-то там ложили, их же не качали, они спали, и нормально было. И как-то изначально мы так думали, что потом, знаете, я там блогеров разных читаешь, мы там в Инстаграме, мой ребенок спит там всю ночь. Я говорю, я не хочу вставать. Я таких отписала. И ты говорила, да, да, да. И ты говоришь, я не хочу тоже вставать, да? Ну, как-то да, у меня было такое, что... Ну, да, их не хватит, что Макс все равно на работе. Был январь месяц, Макс взял отпуск, еще вот эти вот выходные, и он месяц все равно был со мной, да. Вот, было легче. И помнишь, он сидит в воскресенье, завтра мы выходим на работу, после месяца я сижу такая унылая. Он говорит, ты чего, я как разрядаюсь. Я говорю, я боюсь с ней оставаться. Не уходи. Я очень переживала, да, я как бы за неделю, даже до того, как он вот пошел на работу, очень переживала, как мне быть с ними. Мне казалось, что я тогда, что и делала. Мне казалось, что я очень устаю, а потом, когда они уже подросли, я вспомнил этот период, думаю, что я уставала. Ну, как бы, вот он покормил, положил, ну, в... Ну, это чисто эмоционально, наверное, поскольку такой стресс еще, да? Да, да, просто ты не знаешь, как что, да. По ночам, потому что дежурство было по ночам, но кормление каждые три часа, да. Да, да, дежурство. Ты спала ночь, я кормил каждые три часа. Потом я спал ночь, ты кормил каждые три часа. Да, мы не ложили их с собой спать, чтобы они не привыкали, потому что кровать нужно совсем широко ездить на четырех, да. То есть мы просто вот брали, если они вдруг капризничали, мы просто ходили по комнате, не вот это вот. Я вообще говорю, кто придумал, может быть, им не нравится вот это, ну, как бы, они же не скажут ничего, а это вот, как бы, не знаю, с советских или с каких-то ремонтов. Они успокаивались просто для того, чтобы их перестали качать. Уже просто укачали, да. Да, иногда, мы как-то, помнишь, проезжали, и там папа гулял, он вот так вот, я там, может, голова просто сотрясением будет. И как-то мы так вот изначально приучились себе, чтобы это было легче. Положил в кроватку, все там покормил. Мы даже, когда ночью кормили, мы брали, шли на диван, ложили их на диван. Я вот так вот на коленке на диван становилась, на пол, держу эту бутылочку, мы искусственно скармливали, держу эту бутылочку и сама сплю. Уже бутылочка, она чувствовала, слышала, потом уже звуки такие, что там она пустая. Я такая, положила, пошла, легла. Вот, ну, как бы, да. Но мы все ошибки такие совершили, мы и укачивали, и кормили, и вообще. А только у нас система была не такая, мы не ночь через ночь. У нас было так, что Юля раньше ложилась, да, я первое кормление вечернее, я брал. И с утра я брал, ну, давал ей, а на ночью, а утром, когда он просыпался, я брал у себя, а Юля могла досыпать. Какая-то такая система была. Ага, ладно. Прежде чем мы будем уже приземляться, есть еще один такой момент. Мы с вами сейчас находимся в ситуации, не знаю, когда вы смотрите это видео, но мы сейчас находимся в посткарантинном периоде вот этом вот, что нас начали потихоньку отпускать и все такое. И, конечно, многие сейчас или после вспомнят или знают, что непросто было с финансами и непросто было с работой, но Макс вообще попал в ситуацию вообще жестче жесткого. Потому что те, кто работали в карантин, да, ну, им там хоть как-то зарплату сохранить, но Макс попал вообще в жесткую ситуацию, потому что ты потерял работу где-то в январе еще. В конце января. Да, в конце января. В конце марта началась вся вот эта вот эпопея с середины в конце марта, да. Что это была ситуация? Как вы вообще жили без того, что ты тоже не работаешь? Да же? И он не работает. И у вас двое. Ужас. Это то, что я не мог себе представить. Я представлял, но отгонял эти мысли подальше. Что будет, если работы вдруг не будет? И когда готовишься так вот, я думаю, нет, нет, такого не будет никогда. И я отгонял такие мысли. И тут вот получилась такая ситуация, да, что с работы нет. Мы переехали из Краснодара в Москву обратно после долгой командировки. И у нас нет накоплений, потерял работу. Было накопление на первый месяц, чтобы жить, чтобы снимать квартиру. И встали вопросы, съем квартиры, там обязательства по выплатам и так далее, и дети. И все, да, и получается, как-то мы пытались выжить. И у нас есть небольшое маленькое дело, которое семейные таблички. То есть... Каждый заказать должен табличку сейчас, понятно? Да, да, сейчас, да, когда мы сказали. Да, да, напишите. Раньше это было такое хобби. Я этим начинал заниматься, потом я больше ушел в работу. Рита этим начала, подхватила заниматься. И больше она сейчас занимается. Да. Все лежит на моих плечах. Все сейчас на лечах. И раньше это было хобби, сейчас это основная такая заработка. В принципе, на которой мы держимся на плаву более-менее. Ну и с помощью еще друзей. Ну в этой ситуации меня два момента просто интересуют. В ваших отношениях. Что ты чувствовал и чувствуешь вот сейчас, как мужчина, который не может в данный момент обеспечивать... Я просто хочу, чтобы ты это проговорил, чтобы девушки услышали, каково это. Мужчина, что уже по-разному. Ну да. Что для тебя, вот ты потерял рот, и ты не можешь обеспечить свою семью? Ну, грубо говоря. Ну, первое время, то есть, у меня уже был такой период, когда я терял работу. Был период 6 месяцев, когда я не мог ничего найти. Но там Рита работала, и было не так критично. Детей не было. Не было детей, да. В этот период, когда я потерял работу, я думал, что ха-ха, я найду работу. Месяц-два максимум, и все будет хорошо. Я же такой специалист. И сейчас это тянется уже пятый месяц. Работы пока еще нет, еще карантин помог. Раньше, ну, такое ощущение, что я что-то приносил в дом, да, то есть, есть какой-то заработок, что из этих там средств мы можем жить и питаться. Сейчас я не приношу ничего почти в дом, не считая подработок. И вот это вот давит эмоционально очень сильно. И бывает порой, что прям вот ничего не хочется делать, апатия, и прям вот все плохо. И приходит Рита, и мотивирует, и подбадривает, и говорит, прорвемся, не все так плохо. Вот есть таблички, есть там свое дело, друзья. Ну, что-то будет, и Бог нам поможет. И тогда как-то поднимается дух, что-то делать. Но вот так вот как-то это, как американские горки идет, в основном делает, в основном меня заботит то, что как я здоров, у меня есть руки-ноги, я могу работать, но дальше подработок я как бы не могу. У меня есть знания какие-то, там я получал образование. И вот это вот давит, и что я вот прям ничего не могу сделать, кроме там помочь. Еще была такая ситуация, что, ну, Макс решил подрабатывать, и он пошел в курьерские службы, чтобы его взяли на работу. Никуда не брали, да, причем там было собеседование такая, на время карантина, видимо, это была такая элитная профессия, да, доставка. И меня спрашивали, что я умею, где я работал, рассказывал, говорят, ну, видимо, мы нам не подойдем. Да, ненадолго у вас, и никто не брал даже курьером. Вот, и мы такие, что делать? Что-то еще больше расстраивает, потом были господдержка, да, то есть, там, выплаты, да, и мы... Мы никуда не проходили. Мы не проходили по условиям, да, то есть у нас то ребенок родился позже или раньше. Вот это да, вообще жесть. То я работы решился раньше, чем начался кризис, начался карантин, да, то есть вот такие сестра. А то, что он, к примеру, из-за карантина не может устроиться на работу, и все закрыто, как бы, это нормально, жили как хочешь. И вот это дополнительно еще, так вот, да, и потом я все-таки решился, долго не хотел, но решился стать безработным, статус безработного в центре занятости. Там тоже не все сразу, то есть там предоставьте справки. Полторы тысячи сказали тебе, у Патюка. Да, говорят там одно, что без справок, потом там надо собрать справок, мне звонят. Ну, в общем, да, это все мелочи. И в итоге я получил статус официальный безработный. Да, я не знала, как, ну, я стараюсь все равно поддерживать, но нет такого. И Рита, да, в этот момент она не стала больше, конечно. Да. И черпелитель, вот, вот, что-то такое. Вам пришлось съехать со своей квартирой, которую вы снимали, и искать что-то другое дальше. Дешевле. Мы, получается, мы урезали полностью наши затраты, которые не влияют на жизнь, на деятельность нашу, то есть на питание. И квартира была одна из них, то есть мы раньше договорились с хозяином, что сократить, и он пошел на уступки, потом он сказал, что нет. Ну, там были свои, да, нюансы. Ну, нам, в принципе, грубо пришлось найти квартиру пополам той, которую мы снимаем. Там, грубо, да. Чуть подальше. Немножко сэкономить, да. И вот. И когда был такой период отчаяния, ну, прям, меня накрывало, что я не могу устроиться на работу, и курьеры не берут, и выплаты не подходят. И я написал пост в инстаграм, в фейсбуке, когда я открыл фейсбук, там пишут, что у вас нового. Я сижу вечером, думаю, ну, сейчас я тебе расскажу, что мы можем. Я вот написал пост, что как-то в общих чертах описал, и после этого мне начали писать, начали звонить, друзья, знакомые, с кем мы учились, с кем мы вообще не общались ни разу. То есть Бог невероятным образом послал людей, тех, которые к нам не близкие друзья, не какой-то круг. И спасибо вам большое за это. Да, это огромная прям была поддержка. Для меня вообще, я не знаю, как Макс, я сплакала. Ну, просить мне сложно, то есть кого-то просить. Ну, мы не просили, это два люди сами чувствовали. Ну, я не могу, мне, допустим, сложно родителей еще попросить. То есть, если они там скажут, ну, я там тебе помогу. Окей, ну, как бы, твое желание, хорошо. Вот, а если вот так просить, ну, дай мне, пожалуйста, это вот сложно, надо же подсчет для мужчин, это ты сам зарабатываешь, тебе не 15 лет, вот, чуть больше. Да, и как бы ты должен обеспечивать и маму, и мама мне всегда про это говорила, что как бы настанет время, ты будешь меня обеспечивать. Ну, как бы я так мысленно как-то готовлюсь. А тут хоп, у меня семья, и я не могу ничего прям дать. Не то, что мама. Да, да, да. И, а тут еще друзей сказать, я, ну, может быть, все сталкиваются с какими-то трудностями, не я один такой еще сказать, извини, нам не на что, квартиру с ним, не на что еды купить. Вот, и когда вот это еще на тебя давит, и, да, и вот в этот период я написал пост, откликнулись, и были такие, кто вот мне позвонили, написали, сказали, что вот, знаешь, мы тоже с мужем молились, и у меня есть определенная сумма, которую мы готовы вам перечислить прямо вот. Я говорю, точно нормально? Говорит, да, да, мы промолились, нам сказал Бог эту сумму, скинь реквизит. Вот, я написал реквизит, и им приходит сумма, и прямо вот, которая покрывает нашу аренду квартиры. Макс, вы говорите, вы нолики не ошиблись? Я говорю, а не ошиблись, но нормально все. Все хорошо, это та сумма, которую вот мы и прямо вот услышали. Спасибо за это, да. Очень помогли. И как бы после этого такой тоже начался подъем, и что-то не все так плохо, и вот в этих отношениях, но в этот период Рита предложила, что давай будем читать книгу. Тебе она очень понравилась. История брака. Нет, я переживала, думаю, чем я могу помочь. Ну, как бы молиться, да, поддерживать, но я как бы все равно так позитивно стараюсь себя как-то, вот, хотя меня тоже накрывает. Вот, и я как-то что-то в шкафу разбирала книги, и вот, и мы давно ее купили, начинали, как-то мы ее отложили, там пару глав прошли, и все. Вот, и я эту книгу, и там задания, да, там вопросы, там это, отрывки из Библии, все это. Я беру вот почему-то как-то эту книгу, иду к Максу и говорю, ну, давай, если к нам приходят извне какие-то трудности, ну, как бы давай, говорю, внутри будем укреплять семью, чтобы нам с тобой не быть в разладе, ну, понимать друг друга, да. И мы реально, вот, кстати, когда, да, вот эту книгу читали, там даже иногда по две главы там в день, вот, и потом вот разговаривали с друг другом. Прям вот, знаете, какой-то мир такой наступал, какой-то вот прям вот были те отрывки, которые вот там что-то про нищету, ну, про бедность, что-то вот такое вот. В это время можно было. Да, прям вот, и я и сидела, я такая думаю, прям зависала, думаю, вау, ну, как бы прикольно. Вот, и все. Вот недавно тоже, мы ее, кстати, так и начинали до конца. Слава расстроена. Вроде там более-менее, ну, не то, что наладилось, но как-то это, да, все, ну, там, да, несколько глав. И Макс на днях тоже приуныл, я подхожу и говорю, все, что я могу тебе предложить, это продолжить читать эту книгу. Вообще, я так принимала. Да, да, да. Вот, поэтому как бы... Слушай, ну, ты очень круто, конечно, себя повела, что ты не пилила, ты мужик, давай, нет, можно найти, не подерживая. Ну, это, во-первых, как бы и бесполезно, если это делать, ну, то есть... Только хуже, да. Только хуже, да. Как-то, я вообще стараюсь по жизни, ну, не говорить такого, что-то вот пилить или... Да, Жак? Да, конечно, да. Да, да, да. Все так, все. Да, мы и тогда, когда вот у нас был особенный этот период, когда не было детей, кризис тоже как-то там вот по-другому все это проживалось. Вот, в общем, если какие-то есть ситуации, просто нужно брать, ну, конечно, искать возможности, где заработать, да, не сидеть сложа руки, потому что ничего так просто не упадет, ну, и укрепять семью внутри. Это самое лучшее, что можно делать в трудности. Да. Я хотел сказать о том, что, допустим, есть установки в мире, что мужик должен зарабатывать, там, может быть, и женщина тоже должна зарабатывать, и как она нас влияет из мира, что вот есть какие-то обязательства, но что вот в этот период особенно надо ставить приоритет общения или отношения друг с другом. То есть поддержка, больше проводить времени. У нас так получилось, что мы 24 часа на 7 проводили вместе, без работы, то есть и плюсы, еще такая ситуация, что нет на что жить. И вот в это время, то есть мы занимались таким, да, что обговаривали, постоянно разговаривали, что беспокоишь, что не так, а что ты думаешь, а что будет, строили планы, строили мечты, вот даже в этот период, когда у нас будет, там, исправить ситуацию, куда мы поедем, что мы будем делать. Вот как-то вот в таком позитивном, более-менее позитивном, да, ключе, чтобы уйти. Не, ну, конечно, бывают моменты. Я помню, мы как-то ехали в машине, и я такая тоже в отчаянии, говорю, все, у нас никогда не будет дома, это все мы сейчас с тобой старо ставим, зачем нам этот дом? И вот такое умение, что будем жить, снимать квартиры, да. На следующий день у меня, я найду позитив и скажу, ой, снимать квартиру тоже неплохо, вот так ездишь, вот снял симпатичную квартиру. Потом еще и какие-то, такие новые эмоции. Я говорю, мы даже когда в эту квартиру переезжали, было такое ощущение, что это моя квартира, я переезжаю, она новая, здесь никто не жил, как бы все это. Потом такая проходит, вот там несколько дней, я такая-то, ой, представляешь, вот смотри, какой дом нашла. Типа, да, вот такого. Помнишь, как в Рапунцеле, помните мультик, энергия, я самая ужасная, я такая плохая, да, мам никогда не вижу, такое счастье. Девочки, девочки. Слушайте, ну ладно, спасибо, здорово, что вы вот это рассказали, чтобы просто услышали и девушки, и парни отношений, вообще мне кажется, это идеально, вот Юля тоже так же делает, она никогда не говорит, а что это вот у тебя там не получилось, наоборот, поддерживает. Надо бы сравнивать еще, кто у кого-то получается, да, это здорово, но у кого-то там, то есть сравнение, это вообще опасная опасность такая, да. Отношения тяжко. Ну, вы такие молодцы. Ну, спасибо. И скромные. Да, да, все, заключительный вопрос, классический наш, и будем приземляться уже окончательно. Значит, смотрите, три вещи, которые делает Рита, Макс, и ты чувствуешь себя любимым. и потом такой же вопрос. Мы пытались готовиться, но так не готовились. Вы просто знали, это не знали. Вот поддержка, то есть, в принципе, в любой ситуации, да, там может быть и не поддержка, но в целом поддерживает. Мои начинания, и ситуация, которые бывают, это раз. Любимый, счастливый, когда проводим вместе время, и, допустим, что я хочу делать, что я покушать хочу, ну, что-то вот такое, приготовительное. Короче, делаете то, что нравится тебе. Да, 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 вот, и когда может меня послушать, или приобинять, да, как один из языков любви, что-то такое, вот это прям, да, где... Ну, это, ты знаешь, что это его язык любви, прикосновения, вот какая-то такая... Да, Но она обладает этой информацией, просто нравится. Да, 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 есть такая. Слушай, это прикольно, когда делать то, что нравится тебе. Сегодня же она будешь играть со мной в Counter-Strike. Да, я часто тебя, между прочим. Вообще, вообще, вы бы знали, вы, простите, мы не хотим своровать ваш ветер, это ваш выпуск, и все такое, вы герои. Ну, просто идеальная идеальность в том, что я супер фанат Ливерпуля, мы чемпионы, первый раз в 30 лет, супер вообще я... Но, когда мы только поженились, а я не пропускаю ни один матч, всегда смотрю, все такое, она выучила всех футболистов какие-то, она всегда смотрела, но чаще всего она засыпала в перерыв, ложились... Второй тайм, я почему-то не выдерживала. Она редко, да, прям вот только, и все, но она всех знала, инстаграм, до сих пор на некоторых из них подписана, и вот такая, да, тоже. Ладно, хорошо, простите, мы на себя чуть-чуть переветовали. Рита? The same question. Я себя чувствую счастливой, когда меня Макс передразнивает. Ну нет, я сейчас поясню. Такие какие-то милые моменты. Вот мы, я что-то ему вот недавно едем в машине, и что-то вот рассказываю, и он такой у меня, эй, ну какой переговор, что я в пистоле, и он при этом такой вот расслышленный улыбки, вот кому-то ему это нравится. Или вот даже такой дальнейший пример. Это мы, у нас был медовый месяц, когда после свадьбы мы ездили отдыхать в Мексику, летали, вот, это было вообще классно, ну в общем. И вот мы едем, у нас какая-то была экскурсия, какая-то лодка такая, по волнам она прыгает, и я такая радостная, и получается вот лодка прыгает, а от волн брызги вот идут, и я так раз, и когда лодка прыгает, ты получается так, как бы от брызг, шуешься, и это, я такая поворачиваю, а там по одному сиденья были, с одной стороны, а Макс здесь сидел, да, я поворачиваю Макса, и он говорит, он с усмелением, и вот тогда прям, вот я чувствую, что я впервые слышу, что это вот такое, ну вот такие вот, да, вот такие вот, ладно, это раз, второй, так, еще, ну еще вот, я как приводила пример, например, как он ухаживал за мной во время беременности, он, ну может быть, дарил цветы, но то есть не вот такой вот как-то, не романтическое ухаживание, типа просто там конфетки, да, и даже не просто там пледом укрыть, а вот прям вот, штуки завязывать, да, да, ну все прям вот, ну как-то вот, не знаю, масштабно так вот, и третье, и третье, но я не знаю, сколько это относится к счастливой, ну, ощущение любви для всей семьи, это вот, к примеру, в период трудности, но может быть даже не трудности, это тогда, когда он жертвует собой, вот к примеру, что-то купить в магазине, где-то хоть вкусняшку, или там, я не знаю, я хочу морепродукты, люблю очень морепродукты, вот, и он купит, то есть можно купить какую-то булочку, мне там и себе, ну там полагается, да, получится даже дешевле, чем купить банку морепродуктов, вот, но он не купит себе, а купит вот мне, иногда я ругаю и говорю, что это чересчур, ну вот, как бы, там, из еды, я говорю, вот худой, как бы, на себе экономишь, как бы, это вот, или там поедет он работать, да, там до вечера, то есть с утра даже не по завтраку, до вечера будет ждать, только вечером поужина, целый день ничего, там, для сохранения бюджета, но это немножко, может быть, не про любовь, но то есть когда он очень много жертвует, очень много жертвует, вот даже просто там с детьми, или куда-то вот, да, жертвует с собой. И вот на этом моменте я скажу, спасибо вам большое, ребятам, спасибо. Давно их уговаривали, на самом деле. Да, 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 они настраивались, настраивались. Кому-то непросто. Ну, понятно, кому-то легко, кому-то, но вы просто, это очень круто, спасибо вам большое. Друзья, пожалуйста, лайки, комментарии, обязательно заказали все табличку. Да, друзьям в подарок или что-то такое, мы ссылку, естественно, в описании оставим, как всегда. Вот, напишите свое мнение, как вы относитесь к тому, что вы услышали сейчас. фильтруйте его, пожалуйста, потому что мы будем, я буду беспощадно. Да, если вы выражаете, мы за разные мнения, просто выражайте их тактично, без обвинений и категорических заявлений. В любви и уважении, вы умные, и мы не дураки, да, с каким-то опытом и багажом. Любим, целуем, все, спасибо большое вам, спасибо большое вам, счастья, здоровья, пока-пока.